Я Хватбеков Талгат Хватбекович, пенсионер МВД РК, подполковник полиции в Атсакке. Уважаемый президент Республики Казахстан Хасим Джумар Кемелович, обращаюсь к вам в связи с тем, что в течение двух лет не могу добиться справедливости. В связи с этим хочу показать, как в Джамбулской области соблюдается законность. Суть дела из материалов уголовного дела. 10 августа 2018 года четверо неизвестных лиц из хулиганских побеждений по предварительному сговору в микрорайоне Салтанат города Тарас избили моего сына Хватбекова Якибулана и его знакомого Иманова. Несмотря на то, что оба, потерпевшие в своих первоначальных и последующих показаниях и очных ставках, указывали, что их избили Каракенов и трое неизвестных лиц, которых он привел с собой. Вот этот допрос Иманова от 10 августа 2018 года, где он прямо указывает, что их избили Каракенов и трое неизвестных лиц, которых он привел с собой. Несмотря на это, следователь управления полиции города Тарас Абдулаев возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК, то есть как преступление, совершенное одним лицом. А в качестве подозреваемого признает гражданин Саратурца, которого на тот момент оба потерпевших не знали. И что самое главное, с этим решением следователя согласился бывший прокурор города Тарас Батилев, который через некоторое время стал заместителем прокурора области Жанглской области. Вот его официальное сообщение. Посмотрите. В ходе драки моего сына, когда он сидел, ударили кастетом в область глаза. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы за номером 1094 от 24 августа 2018 года у моего сына имеется травма в области глаза, точнее крестообразное рассечение брови, нанесенное тупым предметом. В связи с чем, но и было подано ходатайство о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы и определить, каким предметом была нанесена травма в области глаза. Согласно моего ходатайства, 8 августа 2018 года, то есть через 4 месяца, следователем управления полиции города Тарас Уткеевым, было назначено судебно-медицинская экспертиза. Однако исследование не проводилось, а описание телесного повреждения в области глаза в заключении судебно-медицинской экспертизы исчезло. Вот это постановление, посмотрите, с подписью, с печатью, и вот здесь указано. Травма в области глаза могла быть нанесена тупым предметом. То есть имело место служебного подлога и дача заведомого ложного заключения. И это все мы доказали. 27 января 2020 года, то есть через полтора года, по моей жалобе, департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг под Жамбулской области, была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что в заключении судебно-медицинской экспертизы телесное повреждение моего сына указано телесное повреждение, которого у моего сына не было. Вот это так. Пожалуйста. Вот акция. Что департамента? Вот здесь на второй странице там указано. Так. Ранее поставили диагноз. Исправляется открытая рана века около орбитальной области левого глаза. Так. Все спечатано, да? Однако прокуратура области, указывая на ранее отправленные отписки, не считает вышеуказанное обстоятельство вновь открывшимися обстоятельствами и отказала рассмотрению моего обращения. Также в нами следствии было предоставлено запись телеводного разговора между моим сыном и Каракеновым. Инициатором разговора был сам Каракенов, где Каракенов признается в совершении хулиганства совместно с Тратурцем, Байгари и даже называет место жительства этого Байгари. Однако до настоящего времени двое подозреваемых так и не были привлечены к ответственности. Хуже того, даже после этого следствие не рассматривало Каракенова в качестве подозреваемого. Следователи в целях уведения от уголовного ответственного преступника несколько раз прерывали сроки досудивного расследования в порядке статьи 45 части 7 пункта 1 УПК РК, то есть в связи с неустановлением лиц, совершивших преступление, хотя на тот момент все фигуранты дела были известны, и никто из них не скрывался от следствия. После наших жалоб у уголовного дела было переквалифицировано как преступление, совершенное группой лиц и возобновлено. В мае 2019 года, вот, кстати, сообщения прокуратуры, вот три сообщения, которые они указывают, что уголовное дело прерывалось по тем статьям, которые я указывал. В мае 2019 года, то есть по истечении восьми месяцев со дня совершения преступления, нами было подано ходатайство о признании Каракенова подозреваемого. Однако следователь управления полиции города Тарас Умирбеков 23 мая 2019 года вынес постановление об отказе удовлетворения жалобы, основываясь на том, что нет доказательств причастности Каракенова к данному преступлению. А также в этом постановлении указалось, что допросить Каракенова не представляется возможным, в связи с тем, что он не скрывается и не является наследствием. Вот это постановление. Пожалуйста, смотрите. Свидетели по данному уголовному делу, Стратуца и Мухаммедовы, несмотря на то, что были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, давали показания, не соответствующие фактическим обстоятельствам по делу, а именно отрицали причастность Каракенова к данному преступлению, создавая ему алиби. Своими заведомо ложными показаниями Мухаммедова и Стратуца дезориентировали следствие и суд, что препятствовало достижению истины, затягиванию сроку расследования, правильной квалификации действий, подозреваемой и незаконному разъединению уголовного дела. Такого рода преступления считаются оконченными с момента подписания протокола свидетелем об стадии судебного заседания, с момента дачи ложных показаний, независимо от наступивших от этих действий последствий. Однако следствие прокуратуры проигнорировало эти нарушения законности. Благодаря заведомо ложным показаниям Мухаммедова и Стратуца 18 августа 2019 года уголовное преследование в отношении Каракена было прекращено за отсутствие его действия в составе преступления и что с этим решением согласился надирающий прокурор. Вот, пожалуйста, это сообщение. Вот здесь на второй странице указано Уголовное преследование в отношении Каракенова прекращено на основании ст. 35 ч. 1 п. 2 УПК РК стоит за отсутствием состава преступления. 24 мая, то есть 2019 года, то есть через 10 месяцев, несмотря на то, что мы не были согласны с обвинителем актом в отношении Стратуца следователя управления полиции города Тарас в цели сокрытия своих незаконных действий, при этом не ознакомившись с обвинителем актом самого Стратуца, направили уголовное дело в прокуратуру. 3 июля дело было предано суду. Судя номер 2 город Тарас Байдавлетова проигнорировала все наши доводы и нарушения законности, допущенные следователем во время досудебного расследования. Хуже того, она согласилась с утровеждением эксперта, что брови человека не относятся к части головы, что противоречит здравому смыслу. По всем вышеуказанным нарушениям законности я более 30 раз обращался в Генеральную прокуратуру, более 20 раз в МВД РК. В действительности проверка наших доводов, указанных в жалобе, не проводилась. Просто мои жалобы перенаправлялись из службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры во властную прокуратуру. Оттуда УСБ, Департамент полиции, а оттуда бывшим начальником Следственного управления Департамента полиции Ирежипова, ныне начальник отдела полиции Курдайского района. То есть тем, чьи действия я обжаловал. Ни одна моя жалоба не была рассмотрена. После этого скажите, пожалуйста, господин президент, о каком слышащем и справедливом государстве может идти речь. То есть господин Ирежипов, используя свое служебное положение, полномочия и связи, укрывал незаконные действия следователей. Качество доказательства, что Ирежипов использовал свои полномочия и связи, которые он приобрел в связи со своим статусом. Хочу показать вам ответы на мои жалобы от начальника Следственного департамента МВД РК Амирова и его заместителя Нурмагомбетова, которые сообщили мне, что уголовное преследование в отношении Каракенова прекращено в связи с недоказанностью его вины. Вот эти сообщения, пожалуйста, Амирова. Вот здесь он сообщает. По результатам в следе уголовного преследования в отношении Каракена прекращено за недоказанностью вины. Вот это сообщение Нурмагомбетова, заместителя департамента. И это не единственный случай. То есть, приговором суда номер два, город Тарас, от 25 декабря 2019 года Каракенов был признан виновным в совершении хулиганства и в группе лиц по предварительному сговору и осужден к двум годам лишения свободы. Вот этот вот приговор суда, по которому он осужден. Сейчас последний лист покажу. И это указано, что он осужден. Вот последний лист. Вот здесь указано, что он признан. И это на два года. Данный судебный акт доказывает, что в действиях вышеуказанного следователя и его руководства имеется состав преступления, как в лоупотреблении служебным положением, бездействие, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а в действиях эксперта дача заведомо ложного заключения, а свидетелей с радуцией Мухаммедовой дача заведомо ложного показания. И это не единственный случай. К примеру, по уголовному делу 173, 111, 031, 0020, 75 Несмотря на то, что подозреваемый по данному уголовному делу был известен следователь 1 августа 2017 года приостановлено дело в связи с неустановленным лицом, совершившим данное преступление. Из-за бездействия следователя подозреваемый через месяц совершил более тяжкое аналогичное преступление в Курзайском районе. И только после жалобы потерпевшего через два года данное уголовное дело было возобновлено. Все эти нарушения законности имели место, когда прокурором области был Кусаинов, а его заместителем Телев, а начальником департамента полиции у Розалиев. Однако, несмотря на то, что руководство прокуратуры и департамента полиции поменялось, новое руководство не реагирует на вышеуказанное нарушение законности. Своим бездействием следователи управления полиции город Тарас и прокуратура нарушили мои законные права и интересы на объективное расследование и привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению хулиганства в отношении моего сына. Хуже того, они угрожали мне и моему сыну, что сфабрикуют дело. А прокурор первого управления прокуратуры Жамбургской области Хуана Шилла по телефону уговаривал меня, чтобы я перестал жаловаться и не указывал в своих жалобах о нарушении законности, допущенной следователями. Господин президент, если со мной с подполковником полиции в отставке так поступили, то что говорить о простых людях? Уважаемый президент, прошу вас рассматривать мое обрешение как официальное обращение и поручить Генеральной прокуратуре и МВД РК отправить в Жамбургскую область комиссию по проверке моего обращения. Я со своей стороной обязуюсь предоставить все доказательства. И в конце хочу сказать обращение я сделал на русском языке, так как вся переписка на русском языке. Теперь я хочу сейчас показать отписки вот это отписки службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры. Вот это отписки прокуратуры Жамбургской области. Вот, пожалуйста. Вот это отписки департамента полиции Жамбургской области.